Ой, Огнев, спасибо за вот это письмо. Самое интересное, я про это письмо ничего не знал. Его нашёл Павел Троценко. Тут я не хвастаюсь. Шесть гектаров радости. Тут я не хвастаюсь, просто контация факта. Я отношения к этому письму не имею. Но будет короткий разговор, он интересен чем. А я всего с ней видел красивую деревеньку и сад. После поездки к Железову поразился. Сразу заложил сад моей мечты. А я про это ни сном ни духом. Ежегодно Валерий Кольщинович посылает мне косточки и семена. Уже шесть гектаров радости. Шесть гектаров радости. Вот такое выражение. Надо будет запомнить где-то это. Может быть, Юрий Владимирович, брат мой дорогой, может где-то вынести в заголовок. Шесть гектаров радости. Так и вот это. Здорово. Уже шесть гектаров радости начинает свистеть. Красота и дарит плоды. А какие яблоки вкусные, сладкие и сочные у Железова. Таких просто не может быть. Я тоже не верю. Ущипните меня. Ущипните. Проснуйся, у меня ранетки. Один сыроед одних этих яблок целый резак набрал и беспрестанно ел. Мел бы чудеса на 25 сотках. Так вот, я вспомнил. Это вы или не вы? Потом, если вы увидите. Может быть, у нас связь давно прервалась. Хоть бы покупать косточки. Может, вы ни одного вебинара не видели. Я этого не знаю. Вот это письмо прислал мне Сарасенко. Где вы его публиковали? Понятия не имею. Но приятно. И вот, я вспоминаю. У меня есть диск номер 5. Там моя, как бы назвать-то, знакомая хорошая девушка сделала фильм, а я рассказывал, рассказывал, рассказывал. По-моему, это была Кировская область. По-моему, один из тех, четырех или пяти. Прожили у меня три дня. Ночевали. А я все рассказывал. Она все записывала и сделала учебный фильм. Так. И я запомнил два момента. Первый. Значит, от меня на второй или на третий день вы поехали к Замяткину, Кшушенска. А Замяткин – это классический такой, знаете, такой, какой это серьезный мужик, грамотный до невероятности. Такие. Сейчас уже это. Следующее поколение уже таких мужиков не делает. Грамотный невероятно. Вот. Вот. И вот приехали к нему, и он им сказал. Вот. Может быть, вы один из этих компаний. Почему тут есть одна, как бы сказать, один фактик, но о нем чуть ниже. Вот. Люблю рассказывать. И вот, значит, он практически пытался, отговаривал, говорил, что у Железова все, что вы возьмете, у вас померзнет. Почему? И он взял. И они сняли фильм. А я, вместо того, чтобы обидеться, я в свой диск, один из дисков, целиком этот фильм включил. Он прекрасный, запоминайте, он заметкин. Он прекрасный картофелевод. У него картофелевод. У него картошка под мульчой. Урожаи прекрасные, никаких этих самых лопат, перекопок. Это отдельный разговор. Если надо, у меня диск есть такой, каких-то 300 рублей, и вы картошки найдите, наконец. Дальше своей. И вот, получается, что он, сидя за столом, все время рассказал, и приводил примеры. Знаете, какие мы к этому подбираемся? Вспомните выше. Вот. Первая генерация, а вторая генерация. И, короче, он цитировал, поняли, Мичурина. Вот. Это классическое образование. Вот. А я же Мичуринец, правда, наполовину. И вот, получается, что они вернулись растерянные. Ну, мы хотели там 100-200 саженцев купить. И купили в три раза меньше. То есть, благодаря Замяткину, он не испортил. Я уже представлял, сколько я заработал на них, так? Вот. Но не получилось много заработать. Он их отговорил на две трети. А я это все запомнил. Но Замяткину убирать не стал. Во-первых, грамотная, умная лекция, что касается картошек. А во-вторых, это здорово, есть теперь о чем поговорить. А и последний момент, значит, их увозил, по-моему, семья, по-моему, Жестовский, Валера. Увозил их. Он еще и у них. Они же еще у них. Там были они. Там мы учились. Это была серьезная. Целая экспедиция называется. Их увозил как раз на вокзал этот самый. И вот четверо или, ну, допустим, пять. Четверо уже понабрали по рюкзаку яблок. Они все эти дни ели-еле непрямо. Они были, знаете как, я это говорю не с успешкой, а с уважением. Они у меня. Я купил для них трехлитровую банку в хуторе у этого самого, у пчеловода. Они разлили по тарелкам и ложками съели эту банку. А почему? Они сыроеды. И для них это плюс. Я не знаю, как они могут, нормальные люди, не есть мясо, вообще чистые сыроеды. Но как они мне ели яблоки, груши, все, что было. Это было до того для меня. Я гордился этим. Но маленький эффект был такой. Четверо уже набрали еще с собой. Не то, что это. Я говорю, берите, берите, берите. Уже это все равно испортится. Берите, берите, берите. А один держался. Он был то ли сильно скромный. И вот уже подъехал, не знаю, Анатолий, это не вы, конечно, а может быть, один из тех. А вот вы упомнили, который один сыроед, целый рюкзак. Я вспомнил, что это как раз компания ваша была на весь вашу сыроеду. Пятый держался, держался. И вот когда уже подъехала машина, он скачал, схватил рюкзак или сумку и рванул. Мы стоим, ждем, ждем, ждем. И он приволок, ну, сколько, может, там ведро два влезло, вот, этих мелбов, мелбов. И я так этим гордился. Вы понимаете? Я так этим гордился. Потому что они, вы знаете, как бывает, четверо вопросов, езжет диск, пожалуйста, 300 рублей, а не деньги. Вот, это даже не бутылка водки, если не отравлено. Вот, они, надеюсь, это вы из этой команды, Анатолий, потому что и сажется хорошее. Ну, пусть не столько, сколько я хотел, пусть поменьше, но все-таки взяли, да. И дальше что было? Вот, четверо. Раскованно, разговорчиво. Мы все эти вечерами, мы за чаем, мы говорили, 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 говорили. Девушка записывала, записывала, вот, на этом. И все было, а один, вот этот, вот вы, наверное, про него поверили. Один сыроед набрал и беспроста наел. Один-единственный сидел и молчал. Он молчал, первый день молчал, второй день молчал, третий день молчал. Вот, и о чем-то думал. И вот этот случай, когда он, ну, я рассказываю, ну, как, хороший пример, не насмешливый. Наоборот, с гордостью говорю, что молчал, молчал, а потом целый рюкзак. И потом мне дама из вашей команды потом еще долго со мной общалась. И, значит, говорила, что он так же, как вы, что он ел, ел, ел уже всю дорогу. Вот видите, как. В общем, на что-то я еще хожусь. Вот, это не заказная статья. Я сам только увидел. 6 гектаров радости. Вот, пусть из таких состоит, мы этот, сам, как сказать. Пусть вот из таких состоит и мои лекции. Я по-другому не могу и не буду. Продолжение следует.